Дорога во дворе домов номер 7, 9 и 11 по улице Козака сегодня скорее похожа на остатки асфальта после бомбежки. Местные жители уверяют, не ремонтировали ее уже больше 10 лет. Сейчас здесь ходить опасно не только ночью, но и днем. На той неделе я шла в магазин, было еще не очень светло. Мне надо было к маме зайти. И естественно я оступилась вот на этой яме и подвернула ногу. И никакого магазина у меня не получилось. Я пришла домой, нога у меня распухла, я неделю ходила с костылями. По этой дворовой дороге из-за многочисленных ям и выбоин с трудом проезжают даже транспортные средства. Что уж говорить о пешеходах. Если местным жителям деваться некуда, то, например, машины скорой помощи в этот двор заезжать отказываются. Когда вот особенно дожди проходят и после дождей, тут вообще невозможно ни к одному подъезду, ни выйти, ни зайти. И сколько раз скорая помощь прям выходили и нам сами высказывали, что мы к вам скоро перестанем ездить, потому что невозможно. Мы складывались дома, жильцы, и заделали ямы, потому что ходить невозможно. Особенно пожилой человек, плохо видит. Чуть шагнешь, ямка, качнулась, упала. Ноги все я побила. Это не жизнь, а прям страх какой-то. Кроме того, во дворе уже несколько лет нет освещения, а в темноте по такой дороге ходить просто невозможно. Несколько лет назад активные жильцы дома добились того, чтобы их территорию включили в программу по благоустройству. Для них был разработан даже проект с парковками, детскими и спортивными площадками. Однако до дела так и не дошло. Волгоградцы говорят, что они, вероятно, просто несчастливые, потому что все близлежащие дворовые территории уже отремонтировали. Вот эта ровная дорога, это когда у нас Коротков заступил на вахту, будем говорить так, депутат областной думы. Он решил около своего офиса тут дороги себе отремонтировать. А тут получилось так, что одна из женщин из этого дома взяла и написала письмо Путину. Ну такая же дорога была. И получилось, Коротков быстренько это продлил участочек, завели его сюда, вот здесь буквально около мусорки провели дорогу и вот эти два дома. А наши три дома вообще остались. Видимо, по логике администрации Кировского района, если письмо президенту не отправили, значит и проблемы нет. Мы связались с помощником депутата, о котором говорили жильцы домов. Но конкретных сроков ремонта дороги он так и не озвучил. Дома сделали по программе формирования доступной городской среды, в которой жители участвовали. Этот квартум, если я не ошибаюсь, тоже свою заявку в администрацию района оставлял. Сейчас все, вопрос финансирования, как деньги придут. Ну то есть конкретных сроков вы не можете никаких назвать? Нет, потому что мы этим не занимаемся. Это в администрации, документы подают район, а уже администрация направляет в администрацию города. Процесс, по-видимому, предстоит долгий, а люди продолжают подвергать себя опасности и ходить по неосвещенному участку, каждый раз играя в лотерею. Повезет, не повезет. Надеемся, что администрация Кировского района придумает хотя бы временное решение проблемы. Пока на всей территории двора по улице Козака не положили новый асфальт. Ксения Бедроссян, Максим Мещеряков, телеканал Волгоград-1.